Друзья, за моей спиной находится дом площадью 120 квадратных метров. И сегодня у нас будет на обзоре. Приветствую с вами, как всегда, Максим. И сегодня из нашего видео вы узнаете о том, где мы расположили этот гостевой дом на участке. Расскажем об участке для этого дома. Также вы узнаете о технологиях, по которым мы построили этот дом. В данный момент ребята, кстати, докрывают кровлю. Я вам также покажу проект этого дома. Особенностью проекта этого дома является то, что в нем уже есть сауна. Напомню, это гостевой дом. Итак, господа, присаживайтесь поудобнее. И подпишитесь на наш канал, если вы еще не сделали это. И поставьте, пожалуйста, лайк под этим видео. И сразу напишите коммент. Смотрите, ребят, еще один момент. В конце видео я вам расскажу поэтапно, сколько наш заказчик потратил на строительство этого дома в 2020 году в Белгороде. Итак, погнали. Итак, друзья, смотрите. Вот, как вы видите, участок достаточно большой. Смотрите. Смотрите, вначале мы имели пустой участок 15 соток с длиной 30 на 50. Ну, стандартный белгородский нарезанный участок. Смотрите, перепад на нем был около двух метров. И нашим заказчикам было принято решение выровнять участок, вот как на соседнем доме. Вот так покажу. Смотрите. Стоимость выравнивания этого всего участка обошлась там, ну, в районе 20 тысяч рублей, не помню точно. По-моему, так, один день работы трактора. Итак, господа, смотрите. Участок мы выровняли ровно. В одном месте мы срезали землю и пересыпали ее на другой край. Поэтому пока это гостевой дом. И мы поставили в верхней точке, в правой стороне, откуда мы срезали землю, наш гостевой временный дом. Вот там в дальнейшем будет располагаться уже основной дом в конце участка. Смотрите, особенность вот такого решения. Это грамотное, хорошее, правильное решение, но оно приводит к небольшому удорожанию. Смотрите. Если вы выравниваете свой участок идеально, то у вас пропадает естественный отвод воды. И еще вам дополнительно придется делать опорную стенку, потому что у соседа перепад, ну, где-то на метр перепад, может, метр двадцать. И поэтому надо придется сделать монолитную опорную стенку, которую в дальнейшем придется... Это будет стоить, ну, немножко денег, так скажем. Мы считали, например, вот такую стену просто из бэушных блоков ФБСок. Она обходилась в районе 150 тысяч рублей. Это вот минимальное вложение. Еще смотрите, что придется сделать, если вы решили выровнять свой участок сразу. Смотрите, вот этому дому необходимо в этом году сделать отмостку. Это минимальная и желательный дренаж. Потому что, смотрите, вот у нас тут перепад по улице, склон. И пока тут нет благоустройства, нет отводов воды, вся вода, которая будет идти, она будет приходить на этот участок. Осадки, естественно. И она, если участок у нас был кривой, она уходила дальше, там, к соседям или еще дальше. Но поскольку участок мы выровняли, то нам необходим дренаж и отмостка, потому что вся вода, это будет оставаться здесь. И когда зимой тут выпадет метр или полтора снега и растает в феврале, эта вся вода пойдет под фундамент, поэтому нам нужно его защищать. Поэтому, выравнивая сразу свой земельный участок, имейте в виду, что вам потребуется дополнительное вложение в виде обязательной отмостки, дренажа и опорных стен. Итак, друзья, начнем обзор нашего помещения, нашего строения с гаража. Смотрите, гараж, 7х7, влезут два больших автомобиля, типа 2,02 крузака здесь встанут, спокойно. И еще можно будет разместить целую гору вещей или поставить какое-то оборудование, например, станки. Двое ворот размером 2,80 на 2,60. Шесть небольших окон. Из гаража есть дверь в наш основной дом. Она начинается с холла. Напомню, что вход у нас сзади в дом, и это холл. Из холла, площадь холла у нас 10 квадратных метров. Из холла мы попадаем в кухню. Кухня, гостиная. Вот здесь будет стоять кухня сама. Она будет иметь кухня с видом на окно. Я думаю, каждая хозяйка хочет иметь такую кухню, чтобы приготовить пищу. И можно было заодно смотреть в окно. Вот канальчики под вытяжку и под плиту. Канализация, вот я напомню, уже разведена. Это вот небольшой балконный вход, потому что вот здесь будет обеденная группа. Из кухни у нас мы попадаем в небольшую спальню. Небольшая спальня площадью 12 квадратных метров, но вполне достаточная для проживания семьи из двух человек. В спальне окно метр тридцать на метр шестьдесят. Так, а теперь покажу некоторые особенности. Смотрите, наш дом имеет, ну он небольшой, жилая зона минимальная, поэтому котел у нас будет располагаться в санузле. В совмещенном санузле. Вот он тут будет висеть, коксиальный котел. Вот здесь будет стоять ванна. Площадь санузла шесть квадратных метров. Но дом наш сделан в стиле финского. В нем будет встроенная сауна, и сейчас мы в нее пройдем. Смотрите, вот небольшая сауна. Площадь ее всего три квадратных метра. Но вот здесь станет электрокотел, вот здесь в углу. И будет возможность вот здесь сделать парилку на две лавочки. А теперь перейдем к нашему дому. Смотрите, под нашим гостевым домом залит ленточный фундамент, который мы рекомендуем всем делать в Центральном Черноземье. Не мудрить. Ленточный фундамент М200. Усиленный каркас, гидроизоляция. Песчаная подушечка внизу. Смотрите, стоимость такого фундамента обошлась нашему заказчику в 248 тысяч рублей. Выше, что мы имеем? Смотрите, стандартный наш цоколек, бетонный кирпич. Бетонный кирпич СКЦ ЖБК-1. Окрас коричневый цвет. Смотрите, за этим кирпичом расположен пенополистирол для утепления цоколя. Забутован наш цоколь красным керамическим кирпичом М125. Керамическим, а не силикатным, господа. Ребят, также в нашем цоколе сделана разводка канализации и обратная засыпка на отметку минус 150, чтобы потом мы могли сделать однослойную утепленную стяжку. Смотрите, стоимость вот этого цоколька с нижним слоем гидроизоляции и верхним слоем гидроизоляции обошлась нашему заказчику в 2020 году в 205 тысяч рублей. Так смотрите, мы провели эксперимент и сделали, я думаю, достаточно красивая коробка получилась. Если бы заказчик еще принял некоторые наши технические решения, было бы вообще бомба. Но человеку так понравилось. Смотрите, господа, кирпич Браер. Браер Мускат 1НФ. Хаотичная кладка. Видите, вставки, чекушки, трехчетверочки. Смотрится очень красиво. Как говорится, новая, это хорошо забытое старое. Отличная, на мой взгляд, кладка. Полный шов. Шов белый. Мы применили, не стали мудрить применять. Мы применили египетский белый цемент. Он марки 600. Поэтому, ну, качество шов просто идеальное. В процессе работы решили добавить еще немножко таких темных коричневых. Получилось более такой играющий цвет. Я думаю, что Мускат в нашем регионе, особенно в центральном Черноземье, в зимнее время будет больше радовать глаз, ну, нежели Баварка. Ну, это мое личное мнение. Смотрите, наша коробка. Забутовка. Без утепления. 300 мм Аэробел. Д-400. Полностью по бериметру. Аэробел, естественно, ложится по технологии. Первый, четвертый, там, седьмой, одиннадцатый ряд. И все замкнуто под налитным поясом. Перемычки мы применили. Аэробеловские. Отличный выбор. Я вам внутри потом зайду. Там был вопрос, как мы их ложили. Я вам покажу, более подробно расскажу, ребят. Смотрите, стоимость вот этой коробки, обошлась нашему заказчику, коробка 120 квадратов, 994 тысячи рублей. Друзья, смотрите, еще особенности хаотичной кладки, вот этой, из кирпича 07 NF. Она отлично смотрится, ну, на мой взгляд, супер отлично выглядит. Выглядит гораздо свежее и бодрее, чем Баварская. И зимой она будет выглядеть теплее и уютнее жить в таком доме. Смотрите, кладка ведется в полный шов. Никаких прутов. Если положить прут, ну, это вообще будет уже не то. Будет совсем по-другому выглядеть, потому что кирпич этот, мускат, он отделан под старину. И создается впечатление, что это старинный дом, ну, такое легкое. И еще, смотрите, такой нюанс. Из-за хаотичной кладки, вот этих вставок всех, кладка имеет свойство удорожания. Смотрите, вот эти все чекушки, получается, на этот дом должно было пойти 7300 кирпича. Из-за того, что мы решили применить хаотичную кладку, добавить вот эти вставки, чекушки, трехчетверки. Понимаете, кирпич стоит положить 22 рубля, чекушку тоже 22 рубля, трехчетверку тоже 22 рубля. Но, еще одно но, резко тоже платно, понимаете. Вот этот кирпич стоит положить 22 рубля, а резко стоит 20. И вот этот кирпич стоит положить 42 рубля. И поэтому на дом удорожание приблизительно 15% Очень красиво Но смотрите, на вот этот дом Конкретно пошло 8700 кирпича Вместо 7300 Это достаточно большая разница Поэтому выбирайте по себе Если вы не готовы за это платить, то это не ваш вариант Кровля Кровля в нашем доме Смотрите, 0,45 металл 8017 цвет коричневый Отлично подошел, накрыл, оттемнил Нашу кладку Смотрите, мы решили не колхозить А сделали подшиву ровной Знаете, бывает такое ухо сбоку Ну, на мой взгляд, это уже какой-то Избыток, поэтому подшива у нас Идет ровно, без уха Вот этого И самое главное, она подшита и снизу вот так Смотрится очень красиво Подшива у нас белая водостучка, белая круглая Металл Смотрите, гараж большой 8 метров, поэтому мы наращивали балки Я в одном из видосов это уже прикладывал Стоимость вот этой кровли Под ключ Обошлась нашему заказчику В 554 тысячи рублей По перемычкам, смотрите, кто-то задал вопрос, как мы ложили перемычки Смотрите, вот у нее заштукатурено и видно Подрезали снизу перемычек Вставки И на них ставили перемычки Вот, видите, чуть не влезло Поэтому нам пришлось немножко потратить клея Чтобы выровнять верхний ряд Друзья, какие мы сделаем выводы из этого? Смотрите, наш заказчик в данный момент Итогово потратил на вот это строение за моей спиной 2 миллиона одну тысячу рублей Это достаточно разумный подход Мы прикидывали его будущие расходы Это такие, как отделка, стяжки половые, штукатурка Отопление, электрика, установка окон, ворот Устройство сауны И приблизительно эта сумма обойдется в 800 тысяч рублей Что мы получаем? Если вы в будущем, в дальнейшем собираетесь построить себе большой дом Там за 7 или 8 миллионов рублей Там двухэтажный, 200 квадратов А пока у вас этих средств нет То это разумно Потому что это всегда останется для вас гостевым домом Удобный гараж Вы всегда сможете там попариться И в дальнейшем построить себе большой дом Господа Смотрите, мне тут пришла на ум одна история Я прочитал недавно комментарии Я не знаю, кто их пишет Что мы в процессе строительства удорожаем свои услуги Так вот, я вам сейчас расскажу одну историю Один раз, два или три года назад Мы строили дом на Болховце И у нас подписан был договор на отопление Ну, с человеком Точнее как Мы составили смету на отопление Наша бригада не смогла делать У нее было очень много работы Завал там просто наглухо И мы взяли людей, которых так не сильно знаем Ну, они нам делали два или три раза И мы, в принципе, не постоянная наша бригада Мы взяли эту бригаду сантехников Посчитали с ней отопление Оборудование, ну, на материалы 200 тысяч рублей и 100 тысяч работа Мы обозначили эту сумму заказчику Добавили сюда свои 10% Как маржу фирмы Ну, стоимость обошлась 330 тысяч рублей Потом произошла следующая история В процессе работ В сантехнике мне сказали Что, смотри, мы могли там что-то забыть Какую-то мелочь Я, ну, естественно, так всегда бывает Нельзя все учесть при монтаже и отоплении Они забыли В первый раз звонят мне прорабы Говорят, они просят докупить материал на 7 тысяч рублей Я говорю, ну, конечно, докупайте, нет вопросов Причем смета уже была И с расхода на весь материал 200 тысяч уже мы купили А потом он мне звонит еще раз прораб И говорит, еще не хватило мелочи Я говорю, покупай, зачем ты мне звонишь По этому вопросу? Он говорит, подожди, там не хватило мелочи На 60 тысяч рублей После этого нам пришлось остановить Работы на доме И мы вызвали уже свою постоянную бригаду сантехников Чтобы они проверили перечень материалов Ну, не воруют ли что-то Ну, не могли, ребята Я был в шоке, когда узнал, что они ошиблись на 70 тысяч рублей Представляете, при нашей марже в 30 Итак, мы работы остановили на этом доме И вызвали наших сантехников Сантехники наши приехали и проверили, все ли на месте Да, действительно, все было на месте Просто они решили применить немного лучше материалы Ну, и поэтому, не предупредив нас Давай сделай немножко лучше Я говорю, конечно, давай Но они не говорили, что это будет такое удурожание Но это было правда И, видев эту ситуацию Ну, мы решили закончить Потому что у нас был подписан договор Мы не можем человеку с задним числом объявить Что вдруг его отопление подорожало на 70 тысяч рублей Это просто бред Поэтому мы решили закончить за свой счет И оказалось еще следующее Сантехники уже видят, что у нас конфликт Ну, они подумали, что с ними не рассчитаются И на самом деле получилось так Они решили, что мало того, что они ошиблись на материалах Они еще дописали нам в смету Свои дополнительные работы Которые якобы сначала не были Они тоже про них забыли якобы И смета по их работам уже составила 120 тысяч рублей Ну, естественно, мы заплатили им 100 тысяч рублей Как договаривались Потому что 20 тысяч рублей со своего кармана платить Людям, которые облажались у тебя на 70 тысяч Мы просто не стали И следующая еще произошла ситуация Они все это заранее знали Я так понимаю, что, скорее всего, они работают таким образом Завышая в процессе смету Поэтому будьте аккуратней Они нам поставили заглушки Вытащили предохранители из котла И когда мы запустили газ Мы целую неделю запускали котел отопления Потому что не могли понять Везде воздушивало И они вынимали предохранители Ну, в местах, которые перебили Так скажем Поэтому будьте аккуратней Господа, ставим лайк Ставим дизлайк Пишем комментарии Запомните эту историю Расскажите своим знакомым Чтобы не попасть в такую же ситуацию Господа, желаю вам всем удачи С вами был Максим Компания Фундамент 31